здравствуйте мои дорогие гости зрители подписчики моего канала канала обзорные зазорно я благодарю всех тех кто уже подписан на мой канал и прошу тех кто еще не подписан скорее подписываться с тем чтобы быть в курсе моих новых выпусков ну и огромная благодарность всем тем кто просматривает мои выпуски до конца всем огромное спасибо но мы переходим к колесниковым у колесниковых был стрим сначала на стриме было виталина и настя потом естественно присоединилась дарина пока лежа там был чем-то занят ну и коротко пробегу по этому стриму лёша очень расстроен что ему сейчас не будут выплачивать какую-то часть детских пособий 3 до 7 лет говорит еще вроде как выплачивали но на виталина уже ничего только на дарину остались пособия на столе детей ничего не выплачивают основного года вообще будет горе беда потому как будут учитывать все недвижимость все автомобили и прочее 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 все что есть в активе у семьи и исходя из этого будут высчитывать на каждого члена семьи доход и если это доход будет больше или равен прожиточному минимуму то никаких пособий не предвидится то есть мало имущими их не признают в общем лёша очень расстроен но надеется на то что через 10 месяцев можно будет подать снова заявку но я так понимаю что через 10 месяцев это уже будет середина даже ближе к концу да ближе концу следующий год подойдет основного года который сейчас будет не будет перерасчет короче говоря лёша ничего не светит расстроен конечно очень виталина спрашивает чай будешь папу буду говорит лёша и виталина побежала часть заваривать папе это в порядке вещей виталина все делает сама я уверена если бы это было дарина то дарине бы все сделали чай а тут виталина всем заварила чай всем не всем папе точно лёша свету грида вот ну не получается жить на детские пособия приходится работать и зарабатывать кстати лёша оказывается работает и работает он официально у него даже справка 2 ндфл есть видите как интересно где он работает одному богу известно задали вопрос читают ли книги про волшебников нет лёша склад книги про волшебников не читаю представляете я так понимаю что вера не позволяет ну да конечно простите чесать то что неприлично чесать приличных местах можно детям пальцы облизывать можно и взрослыми детям пукать простите можно детям сидеть на на диване задрав ноги кверху можно детям говорить срач срать садца пердеть и прочее можно взрослыми детям читать про волшебников нельзя детям правда здорово ужас какой-то вообще и вы знаете очень интересно какие в принципе книги дети читают просто интересно как по мне так вообще никаких детских нет мечтать ну кроме тех что они могут иногда взять в школьной библиотеке ну а дальше спросили у них когда у них будет очередная большая закупка продуктов на что лёша ответил как только так сразу вот так ответил то есть я так понимаю что ближайшие пятилетки ближайшем будущем мы не увидим большой закупки продуктов так как это у них было ранее или нам просто это не покажут но я так думаю что просто лёша там где берет продукты там он будет продолжать брать и не совсем по тем ценам которые хотелось бы чтобы видели все ну или вообще бывает такое что возможно практически все бесплатно ему достается ипотека оказывается у них осталось всего на 11 лет хотя до сих пор было на 15 еще 4 года ночью лёша выплатил не моргнув говорит что выплатил так рано за счет преждевременных выплат видимо где то он хорошо зарабатывает правда где непонятно и кем он работает тоже непонятно что может так легко выплатить ипотека видно детские они не живут как он говорит ипотеку выплачивают значит где-то хорошо работает и чудесно зарабатывает правда вот где был вопрос про самый захват земли лёша говорит что штраф они за самый захват не платили видите тут штраф не заплатят бог милует там бог милует не глядишь с большей помощью так они выплатят ипотеку еще на пять лет раньше вот так были вопросы про беременность свет и планируют ли они седьмого ребенка не планируют что да как изначально алёша все эти вопросы игнорировал игнорировал а потом говорит мы еще сами не знаем то есть это понимаю лечение света пошло на пользу и они все делают для того чтобы в принципе он был не делать все для того чтобы не было этого ребенка я думаю вы меня поняли поэтому не пока часами не знаю беременна свет они беременна предложили купить тест на беременность он говорит мы покупаете было просто рахом об мол как вы относитесь хамом он говорит хамство это сущность каждого человека мне интересно какая сущность у лёша просто интересно он хамил зрителям направо и налево на этом стриме какая у него сущность как он себя показывает как он считает красиво ли это он относительно этой беременности тестов на беременность вам надо вы покупаете ну и покупайте себе он говорит потом кто-то попросил его не греметь ложками спросили вообще можете пить чай так чтобы греметь ложками ну да весь трим у них на кухне проходил за еду вот забыла сказать он горит ну нет конечно мы же чай пьем а как можно пить чая не греметь ложками я удивилась как ничего не чавкали там правда чавкать особо было нечем они ничего не ели слава богу существенно кроме как творог вот из общей плошки ложками разгребали дальше спросили а почему вот девочки младшие помогают по дому никита помогает максим тоже помогает максим вообще на нем почти уже весь дом потом максиме анжелика ничего не делает он нам ответил алексей что просто на этого не видим они не снимают это дело на камеру и это не говоря о том что анжелика ничего не делает то есть все где они могут снимать анжелика перевели гированной анжелику не снимают вот она все дело бедно как золушка трудится а никто не снимает ее трудовые подвиги представляете значит все таки колесниковы нам не показывают жизнь как она есть они показывают не всех значит и не все что-то все таки они от нас скрывают который раз в этом убеждаюсь спросили их не хотят ли они москву поехать погулять не говорят пока не планировали но света говорит просто покататься с горки где-нибудь да и все во как москву можно поехать для того чтобы покататься с горки просто да и все в москве видимо других развлечений нет про кружки детские развивающие спрашивали лёшу будут ли дети ходить когда-нибудь на какие-то развивалки он говорит что это все не важно деньги в школу сдавать они не сдают и надеется не знаю на что он надеется что может кто-то другой скинется за и детей как-то подарит что-то деда мороза и снегурочки на новый год детям и очень интересно вообще дайте нам все вот такая вот позиция нам все должны мы никому ничего не должны очень интересно их детям все должны им лично всем должны все и вообще первую очередь государство им должно правда здорово такая хорошая позиция лично мне конечно совесть не позволила бы так говорить думать и вообще в мысли такое не допустила бы если бы знала что у меня столько детей я бы из кожи вон лезла с тем чтобы обеспечить и детей чтобы они были не хуже чем свои одногруппники одноклассники но видимо колесников и так не считают колесников сказал что все супер экономно будет в этом году и сначала говорит будет выплаты ипотеки а потом день рождения виталины виталина бедная сникла ипотека что такое уже дети знают с малолетства я думаю не особо любит ее но вот на такое вот детство обрек лёша свою семью посмотрим как дело будет развиваться дальше пока вот такая ситуация ну вот таким вот получился у меня обзор улогов семьи колесниковых если он вам понравился ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал и встретимся в комментариях всем пока пока